Сегодня опять говорим про цену биткоина с DaVinci J15. Это супер срочное видео. Сейчас я в Бурдж Халифа, над облаками, на самой высокой смотровой площадке. И причина для этого видео в том, что DaVinci только что посмотрел на графики, и, судя по его словам, все может повернуться против нас. У нас есть очень важный апдейт по поводу цены биткоина. Вы точно не захотите пропустить его. Посмотрите видео до конца, потому что это видео очень насыщенное. Так что присядьте поудобнее, пролистайте вниз, поставьте лайк. И, наконец-то, я хочу перейти прямо к контенту, потому что он очень важный. В общем, DaVinci J15, как дела у тебя, дружище? У меня все отлично, но, судя по всему, у тебя еще лучше. Я вижу этот вид и понимаю, что я хочу быть там. Да, он невероятный. Но, блин, после того, что ты мне сказал до записи видео, я немного встревожен. Обязательно досмотрите это видео до конца. Но сейчас, DaVinci, я хочу знать, что же ты такое увидел на графиках. Я слышал про какие-то кардинальные, кровавые изменения событий. Но давай лучше посмотрим на графики, посмотрим, что должно произойти и что ты можешь сказать по этому поводу. Я очень, очень встревожен. Но в целом, спасибо, что спросил. Я чувствую себя прекрасно. Чудесно, чудесно. Что ж, биткоин уж точно не живет припеваючи. Как ты помнишь, мы уже говорили о том, что уровень в 11100 – это очень важная точка. Мы должны прорваться через этот уровень для того, чтобы оставаться на бычьей стороне. И… мы не прорвались. На данный момент мы проверяем дно. Я заметил, что мы пока что не закрыли ни одну свечу ниже этого уровня. Примерно около 10139, или 10123 доллара. Как только это случится, пиши «пропало». Сейчас я думаю, что на рынке все не очень хорошо. И вдруг Федеральный резерв решил поднять процентные ставки. Что они там курят? Да, просто сумасшествие. Они спятили совсем. В течение последних 10-11 лет экономика чего только не перетерпела. И они повышают ставки? Не понимаю их, друг. Вообще не понимаю. Может им стоит подучиться? Это нормально, повышать ставки. Почему бы и нет? Но не в этом случае. Когда рынок ослаблен, обычно ставки понижают. Да, ты прав, Винчи. Обычно придерживаются кенсианства. По этой теории, ставки снижаются в трудные времена. И сейчас проблема не совсем в том, что они понижают ставки или нет. Проблема в том, что когда рынок развивался и процветал, они не повысили ставки, а должны были, чтобы соответствовать уровню предложения. Поэтому все сложилось так плохо. Я с тобой полностью согласен, совсем их не понимаю, совсем не к месту. Да, если они хотят, чтобы фондовая биржа развивалась, а они хотят этого, то они не допустят, чтобы она пришла в упадок. Это совсем не выгодно государству. И это правильно. Так что они не допустят этого. Теперь к графикам. Я думаю, что мы все-таки провалимся. Я об этом говорил в одном из своих видео. Я заметил, что мы не упали за индикатор Lucy Tsar, а поднялись наверх. Мы отскочили от этого уровня. Цена здесь равна 10 тысяч 437 долларов. Такие дела. Давай посмотрим на график за 4 часа, и что там творится. Один момент. Да, я думаю, что на этом графике цена еще может подняться. Пока что, по-моему, она не будет снижаться. Здесь есть дивергенция, так что отскок будет. Может быть цена поднимется досюда, на четырехчасовом графике, или около того. Но затем случится то, о чем я расскажу. Чтобы это не случилось, нам нужно закрыться выше цены в 11100. В этом сценарии получится так. Давай построим эту линию вот так. Подожди, я ее скопирую. Ребята, кстати, отмечу, мы всегда говорим, что полетим на Луну, и сейчас я как никогда близко к Луне. Это самое высокое здание в мире, как я и говорил. Посмотрите на закат. Но у нас здесь не только солнце, но и Луна. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о солнце и Луне в одном месте. А теперь возвращаемся к теме. И еще кое-что. Ты упоминал 10 с половиной тысяч долларов. Ты все еще думаешь, что скачок до 10900 возможен? Но пока мы не пробьемся через 11100, ты будешь на медвежьей стороне. Но если мы это сделаем, то ты изменишь свое мнение. Сейчас ты думаешь, что цена будет падать до цены, отмеченной графиком AB равной CD. То есть около 9600 долларов. Может быть, может быть. Все зависит от того, куда отскочит биткоин. Потому что он уже готов к отскоку. На четырехчасовом мы видим некую усталость, он хочет уйти наверх. Так что давай предположим, что он дойдет до 61,8. Это более вероятная точка, до которой мы можем дойти. И затем, как ты видишь, уйдем до уровня 9671. Но мы всегда можем опуститься также и еще ниже, до 9200 долларов. В общем, я думаю, это то, куда мы покатимся. Я не вижу достаточно силы, чтобы все повернулось. Я ищу момент, жду пока эти четырехчасовые дивергенции расчистятся. Тогда можно будет смотреть, что будет здесь. Потому что, скорее всего, мы уедем до уровня 9600, к сожалению. Я уже упоминал что-то подобное до этого, в видео ранее. В самом последнем видео, которое я сделал буквально несколько часов назад. Я говорил, что очень важно, как мы закроемся на недельном графике. Вы знаете, что сейчас 21 по EMA. Про это да Винчи говорил ранее. И это очень и очень важный уровень для удержания. Да Винчи, согласишься ли ты, что в случае, если мы закроемся или получим отскок на 21 по EMA, это будет означать подтверждение бычьего рынка, потому что здесь у нас есть двойное падение до этой линии, через которую мы так и не пробились в течение всего 2017 года. Также, пока ты не начал отвечать на вопрос, все кому нравятся такие экстренные видео, и я ведь даже на отдыхе в Будж Халиве записываю их для вас. Пожалуйста, пролистайте вниз, оставьте комментарий и поставьте лайк на это видео. Наведите шуму с алгоритмом Ютуба. Так мы будем знать, что вы хотите больше таких экстренных видео. Большое спасибо вам за это. Итак, да Винчи, что скажешь по поводу недельного графика. Согласен ли ты, что важно удержать этот уровень? Что ты ожидаешь? Да, на недельном видно, что мы должны удержать этот уровень. Как видишь, на этой голубой линии видно, что мы должны удержать этот уровень на этой неделе. После того, как мы спустимся вниз, сегодня или завтра, мы обязательно вернемся наверх, выше этого уровня, равного 10100, и закроем неделю выше этого уровня. Это очень радует меня. Ведь тогда я смогу с точностью сказать, что мы еще на бычьем рынке. Но я точно поменяю свое мнение, если мы закроемся где-то ниже здесь, ниже этого уровня. Думаю, мы все согласны с этим. Цены должны урегулироваться на недельном графике, а также в краткосроке. Будет интересно посмотреть, что будет, если мы уйдем вниз. Запомните, даже если мы опустимся до 9,2 тысяч, это может быть только дневной или четырехчасовой график. Если же на недельном мы опустимся, а затем сильно отскакнем вниз и закроемся выше 21 PMA, значит мы все еще на бычьем пути. Мы будем оставаться на рынке до тех пор, пока неделя закрывается в нужном месте. В общем, подождем и посмотрим, как все пройдет. Большое спасибо, да Винчи, за этот апдейт. Знаешь, многие люди сейчас очень паникуют. В предыдущем соло-видео, которое я сделал сегодня, я показал индекс страха и жадности. И, знаешь, люди в большинстве своем медведи, они очень напуганы. И я такое наблюдаю даже в нашем комьюнити. Если, к примеру, зайти в нашу телеграм-группу, ссылка, кстати, будет в описании, люди ведут себя по медвежьи, распродают все. Какие у тебя установки сейчас? На неделю, на месяц, может быть на годовые свечи. Остаешься ли ты на бычьей стороне на остаток 2020 и 2021 год? Да, конечно, я на бычьей стороне для биткоина до конца года. И я думаю, что к концу года мы закроемся уж точно выше 14 тысяч, по моему мнению. И я думаю, что альткоин избавит еще больше, чем мы думали. Скоро наступит зима для альткоинов. Я говорил это пару недель назад, зима близко, и вот она уже здесь, за альткоинами. И знаешь, это только начало. Ты ведь говорил об этом еще месяц назад, от начала и до конца. Это просто невероятно. Но опять же, кто знает, кто знает. Давай подождем и посмотрим. Я все еще держу немного альткоинов, DeFi проектов, но я вкатился в альткоины только с 10% капитала, потому что я ожидал, что зима придет в любое время, и лучше просто держать биткоин и весь объем. Я не хотел особо спекулировать. И я знаю, что ты поступил точно так же. Дайте мне знать в комментариях, если вы все еще заинтересованы в обзорах альткоинов. А также голосуйте за другие комментарии с альткоинами, и, возможно, мы рассмотрим их в будущих видео. Большое спасибо, DaVinci, за это экстренное видео. Посмотрим, развернутся ли эти приливы против нас. Пока что все выглядит не особо хорошо в краткосроке, но у нас есть ценовые уровни. И если мы привзойдем их, мы опять уйдем на бычий рынок. И дальше 11100. Большое спасибо за видео, DaVinci. Есть ли у тебя какие-то важные новости перед тем, как мы закончим видео на сегодня? Я тут погуляю немного, чтобы вы рассмотрели вид, пока ты говоришь. Конечно, не проблема. Просто хотел сказать, что я очень тружусь над своим каналом. У меня есть Крис, который работает над монтажом, редактирует видео и заливает на второй канал. Я оставлю ссылку на него. Пожалуйста, также подписывайтесь на этот канал. Просто на случай, если Ютуб забанит меня или типа того, у меня есть дополнительный канал. А также буду рад видеть вас на своих стримах. Скоро мы будем делать видео для новичков, для тех, кто совсем недавно в этой сфере. Просто видео с объяснениями базовых вещей. И Крис также будет монтировать эти видео. Поэтому, пожалуйста, лайкайте и подписывайтесь на основной канал DaVinci J15 и DaVinci Jeremy, это мой запасной канал. И я оставлю все ссылки внизу. Вы также найдете ссылки на предыдущее сегодняшнее видео. Не забудьте посмотреть его. И также переходите на канал DaVinci, если еще не подписались. Не знаю, чего вы ждете, но все ссылки внизу. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить его ежедневные видео. Вы должны подписаться на его отличный канал, потому что на моем канале мы делаем всего лишь по два видео в неделю и периодически срочные видео. В общем, большое вам спасибо за просмотр, за то, что нажали на лайк и оставили комментарий. Наведите шуму с алгоритмом. И, DaVinci, хочу спросить тебя напоследок, есть ли у тебя еще что-нибудь сказать? Всегда играйте от сильной позиции и не дайте себя поиметь. Не дайте себя поиметь. Совсем скоро мы увидимся в новом видео на ММКрипто. Как обычно, подписывайтесь на канал и смотрите туториал по Байбит. И как обычно, ребята, как обычно, пока-пока.